Всем привет, друзья! Вы на канале Skytop Games, и в эфире у нас игрушка под названием Animal Shelter Simulator. Интересный симулятор, который сейчас находится в Steam бесплатной раздачей. Пока что в игре есть пролог, в который мы можем бесплатно поиграть. Про что, собственно, эта игра? Это игра ветеринара и приюта бездомных домашних животных. Наш канал посвящен миру динозавров. То есть, я подумал, почему бы не снять данный симулятор. Это же все-таки как бы относится к животному миру. Ну что же, давайте начнем новую игру. Можно здесь выбрать сразу приют либо для собак, либо для кошек. Давайте, наверное, начнем, откроем приют для собак сегодня. А в следующей серии мы откроем приют для кошек. Здесь также можно, в принципе, расширяться, строить, допустим, различные, не знаю, мойки для собак. Ну, кошкам, в принципе, и не нужны мойки, потому что кошки, насколько мы знаем, умываются сами. Так, вот наш офис, я так понимаю. Это вольеры. Непонятный какой-то гараж с заваленными коробками. Что здесь такое, я не знаю. Так, ну пойдемте в наш офис, сразу зайдем. Так, взаимодействие с предметами есть какое-нибудь? Да, взаимодействие с предметами есть. Ага, можно, то есть, предметы даже каким-то образом расставлять под свой вкус и цвет. Закрытая коробка. Ага, ну хорошо, понятно. Так, наш офис. У нас есть такой компьютер, и что здесь есть? Так, компьютер, уведомления, энциклопедия, статистика, галерея, такс, сообщения, магазин. Ух ты, красиво. Давайте посмотрим, что здесь в магазине. Так, ну пока что у меня ничего нету, потому что мне нужно выполнить кое-какие задания. Так, нам нужно прийти сейчас животное. Животное, животных, которых нужно приютить. Рокки, собака. Какой он милый. Собака не похожа на бездомного. Похоже, он потерялся. Собака. Нужно собаку. Нужно доставить в приют. Могут позвонить его хозяева. Так, Рокки, собака. Я так понимаю, это, наверное, мальчик. Так, Рокки. Можно поменять его кличку, но я пока этого делать не буду. Нам это не нужно. Так, ну что же. Нам теперь нужно выйти на улицу и дождаться, пока приедет автомобиль с питомцем. Такс, переносочка. Ой ты, господи, какой ты милый. Так, ага, хорошо. Нам нужно посадить собаку в бокс. У каждого питомца есть свой вольер. Так, то есть один вольер, один питомец. Так. Здравствуйте. Какие мы милые. Посмотрите, господи, он няшка просто. Я обожаю собак. Так. Рокки. Ага, вот тут вверху статистика. Вероятность попасть в семью. Какой ты громкий. Посмотри, как он лает. Голод, жажда, испражнения, игра, гигиена, здоровье. Все пока у него нормально. Так, а что? А вот здесь, кстати, да, внизу раскрываются таланты и характер нашего будущего питомца. Так, доверчивый быстро привязывается к людям. Так, ну что же. Нам нужно купить ему корма. И нужно ему купить воды. Кстати, посмотрите, мы можем его, по-моему, гладить. Господи, он балдеет. Посмотрите, давайте за ушком почешем. Я знаю, собаки очень любят, когда им чешут подушкам. Он милый. Я бы прям себе его и оставил бы здесь. Но нам нужно ему найти будущую семью, где он будет в дальнейшем счастлив. Так, окей, хорошо. Идем дальше. Идем в наш офис. Нам нужно купить еду и воду. Так, канистра с водой, корм. Границы мы пока не можем перейти. То есть перейти в режим строительства. Потому что нам нужно заработать некоторые очки. А в дальнейшем расширять свой приют. Так, животные в приюте. Так, нам нужен магазин. Недорогой корм для собак. Давайте добавим в корзину и канистру с водой. Так, все, заказываем. Стоимость 7 баксов. У нас на счету еще, в принципе, 993 доллара остается. А финансовую помощь, откуда мы будем получать в этой игре, я так понял, нам будут идти добровольные пожертвования от людей. Ого! Посмотрите, какой дрон к нам прилетел. Почта России работает. Это не доставка с Алиэкспресс? Так, посылочка. Наша посылочка. Забираем. Корм. Давайте поместим в первую ячейку. И канистру с водой во вторую ячейку. Так. Коробку, наверное, можно отнести куда-нибудь на свалку, в помойку. Так, вот. Ага, то есть мы пока этого еще не можем делать. Хорошо, нам нужно выполнить некоторые миссии. Хорошо, я понял. Так, выкидываем. И пойдемте напоим нашего дога. Так, Рокки. Как дела, мальчик? Ты, наверное, очень голоден, я так понимаю. Так. Прямо не буду жалеть, наполню прям полную миску. И миску для воды. Вот так. Господи, какой он громкий. Невероятно. Так. Вовремя выполняйте потребности животных. Хорошо. Ага. Ты, видимо, давно уже ничего не ел, малыш. Так. Хорошо. Теперь нам нужно дождаться, пока питомец наш спокойно поест. Погладьте собаку. Ну, подождите. Пускай собака сначала насытится, да? Все свои потребности удовлетворит, а потом мы уже будем ее гладить. Полная пузико. Животные, как и люди, любят быть сытыми. Ага. Вот еще, кстати, один характер данной собаки. Он очень любит покушать. Так. Мячик. Игра с животными. Ага. Хорошо. Иди сюда, малыш. Иди. Иди сюда. Привет. Посмотрите, он виляет хвостиком. Посмотрите. Господи. Ну, неужто он очень милый, а? Так. Я понял. Нам нужно его достать из вольера. Иди сюда. Так. Садись. Сидеть. Сидеть. Ты понимаешь команды? Так. Малыш, ко мне. Малыш. Малыш. Неси меня. Неси, мой хороший. Неси. Так. Взять. Господи, он мяшка. Давайте погладим его. Да. Нам нужно это сделать по заданию. Все. Хорошо. Отлично. Теперь наша, в принципе, собака готова к передаче. Нам нужно ее найти. Найти ей семью. Нам нужно купить, пойти фотоаппарат. Так. Магазин. Фотоаппарат моментальной печати. Хорошо. Делаем заказ. Заказываем. Да. Так. А мы пока не можем никого еще больше приютить. Нет. Нам нужно найти Рокки семью. А потом уже, по-видимому, сможем брать с улицы в наш приют и двух и трех собак. Так. А, я совсем забыл про дрон. Точно. Угу. Забираем наш фотоаппарат и идем фотографировать нашу собачку. Малыш, улыбочку. Давайте найдем какой-нибудь прям такой подходящий, интересный кадр. Ты можешь повилять хвостиком? Рокки? Ну, допустим, давайте вот так вот. Хорошо. Так. Идем обратно в офис. Идем обратно в офис. Нам нужно, я так понимаю, отсканировать фотографию. Вот наш сканер. А, фотография у меня в инвентаре. Хорошо, я понял. Блин, я хочу, знаете, что я хочу сделать? Я хочу на память себе еще отсканировать одну фотографию и повешу у себя прямо вот здесь в офисе. Это будет как напоминание моего первого питомца, которого я приютил, да, и нашел семью. С чего началось спасение животных, так сказать. Так. Компьютер. Рокки. Ну, неужто он немилый. Так, идем в наш компьютер. Галерея животных в приюте. Рокки. Ага. Найти новый дом. Подождите, стойте. А что по статистике собаки? Большой мочевой пузырь и очень доверчивый. Ага. Так. Найти новый дом. Загружаем фотографию. Кто-то должен откликнуться. Ого. У нас уже есть, кстати, первый откликнувшийся человек, который хочет забрать нашего Рокки в семью. Меня зовут Изи Уэллис. Я обратил внимание на ваше объявление. Я отдам собаку по имени Рокки в хорошие руки. Я заинтересован в этом животном. Надеюсь, что я его получу. Самый, наверное, будет такой печальный и грустный момент. Это когда мы будем передавать нашего животного. Так. Вот наша фотография нашего Рокки. Я хочу повесить ее куда-нибудь вот сюда, на шкаф. Как будет первым напоминанием. Так. По-моему, машина уже приехала. Да. Вот наша машина. И теперь. Самый печальный момент, когда мы должны расставаться с нашим другом. Малыш. Я надеюсь, что... В той семье... Ты будешь самым счастливым ребенком на свете. Давай носик тебе на прощание поглажу. Давай, малыш. Пора. Пора расставаться нам с тобой. Ты хоть пиши иногда. Письма. Ладно. Я тебя не забуду. Прощай. Так, ну а в принципе, по идее, первое задание мы выполнили. И даже очень хорошо выполнили. Посмотрите. Итоги поиска нового дома. Итоги поиска нового дома. Просто замечательно. Так. Нужно, я думаю, убрать, выкинуть эту посылку. Мы можем теперь? Нам доступно? Да. Нам теперь доступно, что мы можем выкидывать мусор в помойку, в мусорные баки. То есть, мы не будем захламлять наш участок. И теперь у нас три новых задания. Нужно найти животных трёх новых хозяинов. Так. Животных, которые нужно приютить. Рокси. Санни, Джейд. Элли. Блин, я так хочу попробовать с кошками. Я тоже очень обожаю кошечек. Блин. Так. Вот эту собаку мы не можем приютить. Почему? Потому что... Нам нужен медицинский стол. Медицина. Но, к сожалению, пока этого ничего нет. Ого, мы можем купить пинцет. Я так понимаю, это, скорее всего, если у собаки есть клещи. Но, опять же, я так понимаю, нам нужно расшириться и построить медицинский центр. Так. Хорошо. Гигиена. Это мы тоже не можем купить. Игрушки. Резиновая косточка. Давайте купим резиновую косточку. Какая собака не любит поиграть с резиновой косточкой? Так. Животные. Ну что ж, давайте. Тор. Мать этого питомца родила еще трех животных. К сожалению, предыдущие владельцы не смогли обо всех позаботиться. Так. Хорошо. Принимаем. И давайте вот все-таки, наверное... Посмотрите на Сани. Эта собака... Блин. Она очень несчастливая. Давайте. Настоящая... Ага. То есть мы можем только одного питомца сначала принять, а потом взяться за второго. Я хочу той собаке подарить полноценную любовь. У нее сердечко было заполнено наполовину. Так, малыш, давай пока посиди в вольере. Я сейчас скоро вернусь. И сразу принимаем второго нашего питомца. Сани. Вот. Отлично. В принципе, можно, наверное, им в вольер купить лежаночку. Я там видел в магазине лежанки для собак. Привет. Так. Малыш. Добро пожаловать в наш дом. Где вас всегда будут любить. Посмотрите, какой он красивый. Действительно, им очень не хватает ласки. Ого. А Тор, по-моему, ревнует. Да, Тор ревнует. Посмотрите. Здравствуй. Здравствуй, мои хорошие. Собаки любят, когда им чешут спинку. Лично моя собака очень любит. Она балдеет от этого. Так. Ну что же, малыши. Давайте наполним ваши миски водой, едой. А потом поиграем с вами. Так, я надеюсь, корма мне пока что хватит. Пока что не нужно покупать дополнительный корм и воду. Господи, он очень голоден. Посмотрите. Да, он просит еду. Так. Держи. И давай нальем тебе воды. Посмотрите, какой он радостный. Он виляет мне хвостиком. Так, ну что же. Давайте посмотрим характер. Большой. Реже ходит в туалет. Большой мочевой пузырь. С собакой не придется часто гулять, я так понял. Энергичные. Активные животные могут быть забавными, но из-за своих особенностей могут вызвать массу проблем. Так, очень энергичная собака. Будем знать о тебе, малыш. Как дела, дружок? Так, сейчас дождемся, пока они поедят и попьют. Все, в принципе. Да, у нас большая потребность в испражнениях, поэтому собачек нужно выносить. Они же не будут у нас все время в вольере сидеть. Правильно, пускай побегают, порезвятся, сделают свои различные нужные дела, которые им надо сделать. И, кстати говоря, они между собой даже бывают, играют, я видел. Молодец, мальчик. Ты это сделал. Не в вольере, по крайней мере, мне не надо будет убираться. Не хочешь поиграть? Эй. Да, он хочет поиграть. А ты, малыш? Сани? Они могут играть вдвоем? Нет, видимо, поиграть можно только по одному из них. Подождите, а я же купил, по-моему... А, я не заказал косточку резиновую. Сейчас я приду. Посиди. Посиди, мой хороший. Подожди. Я же, блин, не заказал резиновую косточку. Так, магазин. Сделать заказ. Резиновая кость. И нам нужно... Так, корм, гигиены, игрушки, украшения. Блин, я же видел для собак лежанку. Нет, видимо, сейчас пока этого нету, не могу открыть. Хорошо, ладно. Пришла посылка. Резиновая кость, забираем. А им там очень хорошо. Они между собой, смотрите, играются, резвятся. Вот вам резиновая косточка, если захотите. Да, блин, они очень оба резвых даже. Так, открылся характер Санни. Шумный. Тоже молодая, энергичная собака. А вот Тор у нас очень любит детей. Хорошо. Так. Давайте избавимся от этой мусорной коробки. Так. И мне нужно... Я хотел что сделать. Где-то у меня стояла щетка. Ага. Почистить вольеры надо. Так же, как и человеку, животным нужна чистота и порядок везде. Ого, этот вольер очень грязный. Санне, видимо, требуется помывка. Блин, но у нас нету, к сожалению, нашего центра для мытья собак. Так, ну что, малыши, пора вам искать, наверное, новую семью. И вот это будет отличный кадр. Посмотрите. Санни играет с косточкой. Так. Малыш Тор, иди сюда. Я хочу найти хороший кадр. Посмотри на меня. Вот так. Отлично. Так. Что же, теперь давайте пойдемте... Блин, забыл посмотреть, что у них, по счастью. Практически оба уже счастливы. Да, им нужно давать почаще гулять. Не надо держать собаку постоянно в вольере. Им же тоже нужна свобода. И когда они друг с другом вместе играют, то у них больше накапливается вот это вот счастье, да. Так. И теперь дело за Санни. Отлично. Так. Животные в приюте. Найти новый дом. Тор. Подаем объявление. И нам нужно теперь также подать объявление на Санни. Санни. Ого, уже пошли первые отклики. Так, Санни надо запомнить. Она у нас очень, очень шумная. Ну и Тор. Ну и Тор также очень энергичный и любит детей. Отзывов очень будет много. Блин, но не каждому подойдет питомец. И нужно найти такую семью, чтобы он вновь опять у нас не оказался потом на улице. Не приехал обратно в наш приют. Меня зовут Изи Вэлис. Меня интересует собака Тор. Надеюсь, что так. Животное должно быть воспитанным. И хотелось бы, чтобы питомец нам доверял. Так, ну, в принципе, в принципе... Так, подождите, давайте еще раз посмотрим. Преданность спокойной. Которая создает проблему. Спокойной. Ну, Тор у нас спокойный, но не очень-то как бы и спокойный. Но вместительный мочевой пузырь. Так, а что по поводу Санни? Робкий. У меня дома есть дети, поэтому любимец... Питомец должен их любить. Вот, отлично. Гайден Свифт. Так. Гайден Свифт. Давайте отдадим, наверное, я думаю, Тора. Так. Кеннеди Скотт прочитаны. Подождите. Изи Уэллис. Джоди Рат. Шалопаем. Он же молодой, энергичный. Блин, да. Посмотрите-ка. Кстати, Санни немножко проблематично найти семью. Так, забавным. Прожорливым. Энергичный. Энергичный. Кому же тебя отдать, малыш? Изи Уэллис, наверное, все-таки больше подходит. Хорошо. Так. Пойдемте посмотрим на наших питомцев. Идеально. Малыш. Санни. Тор, 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 Тор. Мне кажется, я немножко перепутал. Хотя, не знаю, сейчас посмотрим. Вроде бы сейчас приехали за Тором. Нет. Это за Санни. Блин, у нас же Тор очень любит детей. Ну, ладно. Я так и думал, что я сейчас что-нибудь-то перепутаю. Надо все-таки, наверное, отдавать по одному в следующий раз. Давай, малыш. Вот твоя семья новая. Надеюсь, тебе будет там не скучно. И тебя там будут так же любить, как и я вас всех обожаю. Сейчас увидим, что по заданию, ну, в принципе, даже очень неплохо. Ну, плохо, но неплохо. Так. Обжора. Стеснительный. Забавный. Да, мы немножко перепутали с Тором. Так, машина должна уже приехать. Не люблю эти моменты расставания. Все, малыш, прощай. Добро пожаловать в новый дом. Удачи. Веди себя там хорошо. Так, и что по заданию? Плохо. Ну да, видите, я всего... Блин, я перепутал всего лишь собак. Кого в какую семью отдать? Надо в следующий раз. Да. По одному все-таки отдавать. Не сразу заказывать для двух собак, для двух кошек, семью. Недоверчивый, послушный, любит детей. Ну, ладно, хорошо. В следующий раз я буду немножко аккуратнее. Ну что же, я думаю, на этом я сегодня закончу. Всем, кому понравилось данное видео, пальчик вверх, подписка на канал. Ребятки. Те, кто любит животных, советую, советую. Данный симулятор здесь, в принципе, очень много функций. Интересно, что будет дальше по животным? Будут ли какие-нибудь крокодилы, змеи, хомячки, мышки? Или только останутся кошки и собаки? Интересно, не знаю. Ну, а на память я повешу на стену фотографии наших питомцев, у которых уже есть новая семья. Санни и Тор. И Рокки. Ну что же, а на данном моменте я закончу прохождение игры под названием Animal Shelter Simulator. Всем пока, до новых встреч.